Можно ли делать приворот на женатого мужчину? Опасно ли это? И какие последствия могут ожидать женщину, которая решила сделать приворот, разбить гнездо и увезти мужчину из семьи? Многие задаются этим вопросом. Вы почему-то считаете, что этот женатый мужчина вам нужнее, чем жене. И решили все-таки сделать приворот. Существует три пути. Первый путь. Вы ищете всевозможные и невозможные привороты, которые можно сделать самостоятельно, в домашних условиях. Вы ищете в книгах магических, вы ищете на разных эзотерических форумах, вы ищете в интернете, как сделать приворот. Делать самостоятельно приворот вообще очень опасно, потому что вы не знаете законов магии, вы абсолютно не знаете законов мироздания и всего того, что ожидает вас. Потому что все-таки приворот – это серьезное воздействие. И нужно сделать все правильно. И нужно знать законы. Потому что на женатого мужчину приворот не делается. Никогда. Почему? Потому что законы магии запрещают разрушать гнездо. разрушают делать приворот. И никому не позволено лезть в чужое гнездо. Это очень опасно. Потому что за такие магические воздействия бывают откаты. И вы еще должны понимать, что жена-то тоже не будет сидеть сложа руки. Она будет бороться всеми возможными и невозможными способами. И вот она как раз-таки имеет право делать на мужа своего приворот. И отцушки имеет право делать, и рассорки, и много еще чего жена имеет право делать. Что не имеете права делать вы? Вы же не знаете даже, как проводится правильно магический обряд. Какие нужны откупы, каким силам вы будете обращаться. И вообще, эти силы знают ли вас? Если вы решили все-таки сделать приворот. В итоге, что получается, когда вы хотите сделать такой приворот сами? Женатый мужчина никак не привораживается. Счастье вам это не добавляет. Еще и прибавляются откаты. Всевозможные откаты, которые преследуют просто любую женщину, которая решила нарушить законы магии. Второй путь. Вы понимаете, что ничего не получается, и начинаете искать ведьму. Ведьму, колдунью, мага. То есть тот, кто согласится сделать вам такой магический обряд. И вот здесь вы столкнетесь с такой тенденцией, что ни одна настоящая ведьма, которая ведущая, которая знает законы магии, она никогда не возьмется делать приворот на женатого. И возьмутся делать приворот только какие-то шарлатаны. Ну, в лучшем случае. Потому что они понимают, да, что они возьмут свои деньги, но приворожить мужчину у них вряд ли получится, потому что это дилетанты. Потому что уважающая себя ведьма никогда не будет заниматься подобными магическими ритуалами и нарушать законы. И третий путь. Какой же третий путь? Вы отказываетесь от приворота на женатого мужчину. Это самое верное решение. Потому что делать этого нельзя. Это табу. Это нарушение всех магических законов. И вы должны тогда подумать, почему женатый мужчина никак не хочет быть с вами и уходить не хочет. То есть, да, вы его устраиваете вот как временное такое увлечение, но никаких серьезных шагов он не предпринимает. Почему? Ну, задайте себе этим вопросом. Почему? Ну, потому что не хватает женской силы, чтобы дотянуть мужчину и чтобы этот мужчина был ваш. Потому что, ну, вы понимаете, да, наверное, что если мужчина стал гулять и завел себе любовницу, то есть вас, то, конечно же, и у жены есть проблемы. И жена точно так же не имеет этой силы женской, которая так манит мужчин и которая удерживает мужчину. То есть у жены точно так же нет энергии. И здесь самое верное, конечно же, это прийти на прием к ведьме. И чтобы ведьма сделала диагностику и посмотрела причины, причины вашего одиночества, невозможности выйти замуж. Ведь причины могут быть разные. Это может быть и венец безбрачия, и какие-то порчи, которые уже успела сделать жена. Либо это было сделано еще до этой женщины. Это могло идти по роду. То есть это такие страшные программы, как родовуха. И поэтому, конечно же, нужно подумать. И сто раз подумать. И продиагностировать, почему у вас не складываются отношения с мужчинами, почему вы никак не можете выйти замуж, что бы вы ни делали. И поэтому, конечно же, конечно же, нужно искать первопричину, почему такое произошло. И почему вы не встречаете такого мужчину, который вас бы полюбил, для которого были бы одной-единственной, и который был бы свободен. Много причин может быть. Очень много. И поэтому, прежде чем делать приворот на женатого мужчину, подумайте, с какими проблемами вы столкнетесь, и с какими откатами вы столкнетесь. Но поверьте, откаты будут. Они будут и у того человека, который делал, у колдующего человека. И также, соответственно, будут у вас, у того, кто заказывал такой магический ритуал, как приворот. Поэтому будьте благоразумны.